Виктор Шульц Моя коллега свою статью о Викторе Шульце начала так. У него русская душа, немецкая фамилия, французское чувство стиля и лицо актера с древнеримских барельефов. Пожалуй, лучше и не скажешь. Даже в советские времена, к великому счастью, не смогли стереть добрые воспоминания о его знаменитых предках. Взять хотя бы немецкого гравера-медальера Антона Шульца, работавшего при монетном дворе Петра Великого. Первые серебряные рубли его заслуга. Вот это вот работа моего папиного брата, говорил Александр Шульц. Мы знали, что этот герой встретит нас как минимум с пирогами собственного приготовления, но даже не представляли, что его дом – это и оранжерея, и музей подсвечников, и небольшая мастерская, где он реставрирует старинную мебель, выброшенную другими на улицу. Или я когда маму говорил, что же ничего не сохранилось. Скажи спасибо, что не расстреляли. Виктор Шульц родился в 49-м. Ему меньше всех из пятерых детей досталось за свою фамилию. Мне вообще по жизни, наверное, везло. Мне повезло, удивительно, с родителями. У меня прекрасные родители были. Повезло с учителями в школе, повезло с педагогами в институте, потому что это и до меня сейчас только дошло, что среди педагогов и тех, кто окружали. Я ходил там заниматься танцами Кида Александровна Миловой, которая была вообще солисткой Большого театра в свое время. Это все были люди, у которых была та же самая мера наказания, минус 30 денег родов. Наверное, отсюда и тяга к творчеству. В поиске новых способностей он неутомим. Приехал с выставки гобеленов, тут же взялся ткать свой. Нашел интересный кусочек дерева, обзавелся еще одним любопытным хобби – делает оригинальные трости. Вот это вот из можжевельника. Ну, а рос вот так, естественно. Палочку пришлось составить с клинком такая вот. Ну, он, конечно, не заточенный, потому что кодекс надо уважать. Если заточить, то вот холодное оружие. В творческой копилке актера сотни сыгранных ролей. Короли, шуты, кардиналы, разбойники, священники, кощей, бессмертные, людоеды и кролики. За час до этого интервью он в очередной раз выходил на сцену в роли Морозко. Ты много больше у меня в дереве? А вот и добыть мне такой огонь, чтобы он светил и не грел. А вот это мои первые желания. Клоун с чаплиновской грустью и король эпизодов – в этом весь Шульц, умеющий элегантно вернуть эксцентрическую выходку. А это я вот играю в Федя, художника. Со своей собственной бородой, между прочим. Длинные главные роли, говорит Виктор Шульц, это ведь как стрельба из пулемета. Шальная пуля до зацепи. А ты попробуй попасть в цель в эпизоде, когда все, что есть, один единственный патрон. Я хочу надеяться, что со мной как-то легко партнерам, потому что есть такое понятие чувства партнера. Мне кажется, ну, может, я самонадеянно так говорю, что я чувствую партнера со мной. Любовь к театральным постановкам родилась, когда ему было пять. А первое, что он начал декламировать, было письмо к декабристам. Бессмертное стихотворение Пушкина тогда задали по литературе старшему брату. Так у маленького Витя и его семьи практически не оказалось выбора. Учили все. У нас была такая вечерняя пытка для всей семьи. Я вечером всем читал во глубине сибирских рот. А мне еще пяти лет не было, конечно. Я влезал на табурет. Но меня хватало, значит, во глубине сибирских рот, храните гордое терпение. Не пропадет ваш гордый труд. И то, посмотрите, истремление. Начинал рыдание. У Витника хватит. Я говорю, нет. Я дочитал до конца. Но запись в трудовой книжке о том, что Виктор Шульц стал актером второй категории, появилась только в 27 лет. Я, конечно, тужу о том, что, кстати, возраст уже преклонный. Но, с другой стороны, я живьем, живых на сцене видел. И Грибову, и Яншину, и Морецкую, и Орлову, и Плята. Не перечистишь. Его поколение из другого теста. Оно умеет радоваться зрителю в зале, как долгожданным гостям на своей кухне. Сегодня он угощает пирогом, контрштруделем. Обжаренный репчатый лук, в который я сейчас добавляю всякую зелень. Петрушку, укроп, зеленого лука сейчас. Сейчас мы потом все смешаем с уже нарезанной курятиной. Это я вчера приготовил. Но еще я очень люблю печь. Меня научили французы печь французский пирог, который называется кишлоран. Франция вообще отдельная глава его жизни. Ему посчастливилось попасть в первый набор спецшколы с углубленным изучением иностранного языка, где буквально сразу он начал принимать самое активное участие в новогодней интермедии. По-моему, мы ставили Мольера, Мещенин во дворянстве, и Мнимый больной. Кусочки, конечно, не целиком, пьесу, естественно. Но к этому так у нас в школе серьезно относились и шили костюмы. После школы они все дружными рядами пошли в Коломенский пединститут на отделении Ньязы. С тех пор творческие вечера не обходятся без любимого французского языка. Не пропустили ни одного года. Мы закончили школу в 1966 году. Ни одного года не пропустили, встречаемся каждый год. К себе Виктор Шульц относится с большой иронией. Возможно, отчасти потому, что многие его роли предполагают некое хулиганство. Однажды его даже сравнили с Марселем Марсо. К искусству пантомима, одному из самых сложных, его в свое время приобщил Евгений Яковлевич Низовой, режиссер Московского театра «Мимики и жесты». Виктор Шульц и сам не замечает, как при одном упоминании о великих актерах и режиссерах вытягивается в струнку и становится серьезнее. Вышло Образцова. Это же извояние, это скульптура, произведение искусства. Вот просто она ничего еще не говорила, ничего, рот не открывала. Но вот это вот духовное богатство, которое она несет, понимаете, вот это колоссального стоит. Очень у немногих артистов великий дар заполнить с собой зал еще до выхода на сцену. Вот этим обладал Грибов. Смоктуновский. Он еще не вышел. Ждешь, вот он должен появиться. А уже вот он с собой зал наполнен. Вот. И Полищук, любовь. Удивительно. Она еще вот только, она где-то там, она вот сейчас должна появиться. А уже, она уже здесь, в зал ЕПО. Как вот. В чем источник энергии самого Виктора Шульца, ответить трудно. Его так учили уметь радоваться тому, что есть. А если не хватает, делать это самому. В голодном детстве, например, когда кроме дешевых арбузов и винограда из Средней Азии не было других лакомств, они сами варили конфеты. Я когда сейчас смотрю фильмы, которые показывают про 50-е годы, хоть люди так одеты, прям, ого. Так одевались единицы, так, как сейчас показывают в кино. Там если нарисовал папу или маму, а заплатку не нарисовался, говорят, не похоже, заплатки нет. Все ходили в залатном, перешитом. Только в пединституте он сможет позволить себе французский шарм, который выражался в фирменных джинсах, вельветовых кепках, умопомрачительных рубашках и, разумеется, хорошем парфюме. Но в память рязанского француза врежется совсем другой костюм. Когда я заканчивал восьмой класс, купить тогда костюмчик было очень сложно, а вот мне заказали, мне сшили. Сшили костюм. Кто знает, как бы сложилась судьба актера и на какой сцене он мог бы играть, окажись его мама чуть настойчивее. Мама поступила в школу-студию МХАТ. У нее экзамен принимали Станиславский и Москвин. Ее приняли, но она проучилась там полтора месяца всего. Приехал мой дедушка Серафим Алексеевич, это маминый отец. Сказал, что еще актерка у нас не была в роду. Интересно, что бы сказал дедушка сейчас, когда не одно поколение выросло на спектаклях с участием его внука. У меня есть приятель мой, который говорит, причины всех болезней на второй странице паспорта написаны. Открываю, говорит, почаще заглядываю. Заглянем лучше на кухню, где уже слышатся ароматы контрштруделя. Вот где-то минут через 20-25 будет готово. Можно садиться пить чай или не чай, потому что закуска позволяет. Виктор Шульц и сам как авторский пирог. Вроде знаешь основные ингредиенты, но всегда загадкой остается начинка и приправы. Главное – вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова